Еще один кандидат в ведущие телеканалы Федеральных Алексеевич Макаров. Я его в таком плане еще не представлял. Мы взяли несколько фильмов, четыре подряд фильма. Умница. Снимайте, давай ему слово. Это просто праздник у меня на душе был. Вот он действительно человек, который не научит это. Ничему дурного. Представь себе человек на все руки мастера. Собрал. Чуть они со смолки, трактор. Вот это вот его, видите, как его можно назвать? Как хотите, называйте. А у него что получается? Горячая вода последние лета. Без всякого энергии тратится ноль. Вот. И все. Это, пожалуйста, винограды. Он знатный. С ним все патриографии показывают. Черешцы. Ну, подумай в Подмосковье. Думайте, у каждого там череша растет. Персики расходятся у него со скоростью горячих порошков. Абрикосы то же самое. Персики, да пожалуйста. Знаете, вот эти палки, да чего? Дерево ломается. Вот. Не подумайте, что это сухие ветки. Это подставки палки. Он научит еще и как это птиц держать. Серьезно научит. Вот. И теперь то ли яблони на груши, то ли груши на яблони. Волшебник. Вот. И что получается? Значит, если человек понимает, что... Ну, несколько лекций он считал где-то там. Ну, назовем это Клуб Садоводов. Так. Итак. Это Клуб Садоводов. Ну, что Клуб Садоводов? Я тоже читал Клуб Садоводов. Это не один процент от того, что должна быть страна. Это в тысячу раз меньше одного процента. Вот. Но потенциал огромный. У него огромный потенциал. Вот. Это первому, от ближайших всех в Москве, он, ему должны приехать. Приехать и сказать, Алексей Иванович, он там за нашими плечами, видишь, воронок стоит. А в нем сидит четверо бугая. Два метра высотой, два метра шириной. Вот. И с наручниками гремят. Или ты едешь на прием к министру сельского хозяйства, он тебе даст этот самый договор. Ты его подпишешь. И с этого момента ты не просто, у тебя большие организаторские способности. Ты не просто будешь лекции читать. Ты организуешь специальный федеральный канал. Потому что за тобой такие успехи, у тебя такой возраст. Вот. Специальный новый канал, который будет федеральный. Вот. Который будет транслироваться на всю страну, на каждую деревню. Вот. И там ты будешь уже давать слово кому? Да всем нашим. А съемочная группа, она не будет там выдумывать этот, как он называется. Там, где наша, так сказать, заклятая подруга внесла пропиль, на котором был муравейник. И на глазах у всех уничтожил и уксусом. Вот этот ужас. Нет. Ты, Алексей Иванович, возьмешь и съемочную группу пустишь по всем нашим людям. У кого растут персики, которые не имеют права расти. Абрикосы там, где это уже тысячи лет ни одного абрикоса уделяю. А такие целые регионы у нас. Вот. Вот это твоя задача. А заодно будешь вести персональные передачи. А пойдем на свалку, ребята. Ну так, в качестве хобби. Ну, подработать тоже надо. А давайте вот соберем. Вот радиотор валяется. Вот. Давайте это соберем. Трактор, да. Еще. Ну, это так. Показать, что мы все умеем. Вот это вот еще и предъедет. Вот так, друзья. Знаете, что? Что хочу-то говорю. Вот. Теперь так. Я сказал. Народ должен знать свои героги. Пока вот этот телефон недостаточно. 8, 95, 333, 666, 04. Это Макаро. Это вот же Горно-Омнинск. Подмосковье. Ну, с этой девушкой вы знакомы. Вот. У нее специальное образование. Красный диплом. Вот. Она еще к тому же автор научных работ. Вот. И работает в институте. Продолжает учебу в университете, в смысле, имени Решетнева. Вот. Параллельно она работает со мной в моем саду. Ворачивает уникальные вещи. Как-нибудь, где я она покажу. Вот. Ну, уж ей-то сам Бог ей. Аспирантов. Ну, куда деться-то в аспирант. Через год-два кандидат наук такой же, как эти. Которая ничего не знает и не умеет. Но этот умеет. Она смогла бы. Вот уж действительно. Вот уж кому сам Бог верил. Потому что попробуйте сказать, что она непредельная. Это же не железо, а металл. Фанат, аспирант. По всей кандидат наук. Вот кому надо заниматься этим. Ну, на всякий случай. Вот ее данные. Дружите. Учитесь. Телефон есть? Есть. Телефон надо? Есть. Есть. Видели? Вот. Кандидат, ведущий России, номер 4. Сергей Валерьевич Железов. Ну, вы его уже и так знаете. Вот. И, наконец, Рекарин Александр Петрович. Вот. Александр Петрович. Оказывается, 17 сентября Богдина и Рождества. Поздравляем. Спустя три дня. Но я надеюсь, что это. Пусть я поздно поздравить. Уникальный человек. Вот. Штучное изделие. Вот уж кому легче это читать поэта. Заметьте, я уже говорю именно об учителях. Как садоводы они состоялись. Следующий сет. Быть не просто, допустим, пригласили куда-нибудь. Если к институту называется. Институт. Та-та-та-та-та. И винограда что ли. Вот он бы там лекции читал. Вот. Польза была бы мизерная. Это точно. А вот когда Мелед Сег будет следить за учёбой его. А я следил. Он на моём семинаре читал лекцию моим детям, моим слушателям, моим взглядам. Которые приехали от Дальнего Востока до Москвы. Мои гости. Заслушаешься. Вот это специалист. Я иногда так горько говорю. Я не знаю сейчас, что он делает. Но ещё полгода, год назад он сторожем работал. Ему надо лекции читать. В этих университетах он сторожем работал. По телевидению с миллионным просмотром он сторожем работал. Вот это номер пять. Ну, эта девушка, она ещё пока рановата. У меня свои проблемы. Посмотрите. Тяжело заболела посредствием коронавируса. Юлия Сергеевна Мельникова. Это мой поморщик номер один. Помните, я её фотографию так же работала. Вот. Сейчас она лежит в больнице. Вот. Ну, младшая её сестра. На месте, как видите, тут же её сменила. Вот. И тот же самый принцип. Кто следующий? Я не знаю. Допустим, я. А Костичек-то на три года вперёд. А если брать не формально, что это там тысяча рублей, или даже за три года, может, миллион или два, а если брать в целом, это миллионы долларов. Только наука, извините, этого пока не знает. А это зачем знать? И тогда придётся работать. А пока только мы есть. Есть, допустим, Алексей Немытов. Так. Что он сказал? Сейчас вспомню. Сейчас вспомню. Про абрикосы. А, мы с ними сейчас снимем серию фильма. Мы уже договорились, что он тоже из этих, которые... Эти мнения. Но он самородок, да? Вот. У него получается, что... Он начал рассказывать про эти же самые... Вот у меня лежат... Вот я чуть-чуть отрекусь. Вот у меня лежат тысячи-тысячи-тысячи косточек и семечек. И вот эти вот, они лежат, да? Например, семена ранецкие. Семена сибирьки, оккультурные. И семена просто сибирьки. И то, и то, и то подвое. Я делю эти для южных, эти для средних, эти для северных мест, да? Прекрасное подвое. Так. А он, Алексей Иванович, что мне рассказывал буквально вчера? А, и в этом фильме, вот видите, как цепочка пошла. Вот этот фильм. Что он рассказывает? Вот это вот преклонение, и он считает, что это неправильно. Клоновые подвое, у которых столько недостатков, это ошибка. А семена как будто и забыли. Значит, надо продолжать. А сегодня их никто не покупает. Я думаю, может быть, вот фильм вот этот мы создали, да? Послушали люди. Пусть даже оренбургцы, тут установлены оренбургцы. И тут же это будет, как это называется, тут же будет заказ, два, пять, хотя бы пять заказов на эти семена. Выбрасывать придется. А вы знаете, пришел один заказ. Только я сам одевался. С Майкопа. Думаю, боже мой, ну абрикосы ладно. Юг, это еще не знаешь, что там абрикосы лучше моих. Не обязательно же, правильно? Юг. А, допустим, сливы там тоже не обязательно, что там лучше моих. Почему моих сливы не выписать? Вот. И вдруг яблони подавай, груши подавай, причем культурные. Но Майкоп, это самый, можно сказать, юг России. Если в целом брать, то это для нас чуть ли не структура, для северен. Тогда выходит, что они могут показать истинное качество. То есть, не важно, что семян, но они тогда возьмут. Не замерзут первое. Чем там замерзать? Быстро. Так, на Бизоне трансляция началась. Ну, хорошо, мы как раз всего о Сунзе проговорили. Это брат мне писал весточку. Итак, Майкоп. И вот то, что было заказано, приличный заказ там. На 10 тысяч этих. Я уже там и скидки еще сделал там. И бонусы пообещал. Вылезло на 10 тысяч. Вопрос. А поможет или нет? Вот, допустим, сейчас прошу прощения. О, Алексей Юрьевич, а я про вас тут ля-ля-ля. Вы хоть слышите нам? Слышали? Вот сейчас я про вас расскажу. Ну, ладно. Короче, можете даже еще минуты-две не отключаться. Итак, Немутов преподнес информацию. А, быстренько в это... Давайте хотя бы так. Все у нас, все некогда вам, мне. Телефон диктуйте. С вами свяжутся. Оренбург совмут связываться. Громко. Да-да, давайте громко. Ага. 8, 9. Минутку. 8, 9. 8, 9, 2, 2, 8. 2, 2, 8. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 0, 9, 7. 0, 9, 7. А я его сравниваю с Кавказом, так что держитесь. Фотографии большие вам? Ага, минуточку. Сейчас я посмотрю. Я еще не видел. Последний. А, ну-ка, ну-ка. Сейчас, 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 сейчас. Где вы у меня? Я ей фотографию покажу с удовольствием. Страна должна ждать своих героев. Вот он Немутов. Так, смотрите. Вы, как бы сказать, ну, как это называется? Герой дня, поэтому ничего, время потеряем. Фотографии пошли. А-а-а. Фотографии пошли. А-а-а. Вижу ваши абрикосы. Раз, два, три, четыре. Раз, минуточку. Не отключайтесь. Я еще вопросы могу задавать. Не отключаюсь пока нет. Вот. Ну, тот, кто успел вот нас их собрать и послать эту... Да, я понял. Никогда было, в общем, копаться пока в интернете. Понял. Еще две фотографии с абрикосами. Еще абрикосы-то какие. А, самое главное, на фоне храма. Вот это. Я всегда... У меня сразу мурашки по козу. Ой, спасибо. А-а-а. Все, у меня руки затряслись. Я не могу. Я всегда... Я богоискатель. У меня все. У меня слезы наворачиваются. Вот зачем вы эту фотографию мне пришли? Да, если мы будем еще о винограде говорить, то у меня сюда в монастыре виноградник. Так называемых, среди пещерок. Да, там тоже фотографии есть. Я вам заброшу попозже. Так, попозже уже не успеваем. У нас в Рязький монастырь здесь открылся, так что тоже там посадил. Не, мы уже на это не успеваем, потому что я и так до полца отстаю. Нет, 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 потом, потом, потом. Ой, какие абрикосы. Слушайте, ну, что вы этот талант раскрываете? А вы знаете, что пока вы меня не слышали, вот. Я говорил о тех, кто должен вести занятия по... Ой, не могу я. Ну, это же... Вы часто видите, что я листаю? И сейчас не видите? Нет, сейчас я не вижу, я вам звоню по телефону. Ну, шпадение. Вы знаете, вы знаете, как этот абрикос, он очень похож на Амур, причем не испорчен. Я это свой испортил. Похоже, это Амур в корзине. Вы не знаете, как их назвать, вас называют? В смысле? Название. Вот тоже в корзине красивое. Байкалово, это чудо. Так, вы хранители этого, потому что в стране их осталось чуть ли не единицы. Я вас поздравляю. Я еще иногда в отчаянии говорю. Я говорю, что, допустим, Макарово, это хранитель, можно сказать, садово-смотрящий в Подмосковье, допустим, Ерух по Ленинграду, допустим, этот самый. Ну, в общем, все понятно. В каждом области есть свой гений. Причем гений, без кавычек. Все, я бы это посмотрел, так. Вот. А, еще одна, еще одна строчка. Еще. А, все, наконец-то я вас показываю. Внимание. Вот он, герой дня. Это Которисусами. Все правильно? Ну, да, да, да. Вот он. Кстати, вы, по-моему, спецназа, если я ничего не правильно помню. Ну, да, да. Было такое героическое просто, в кавычках, конечно. В кавычках, давайте без кавычек. Персики еще там. Да вы что, хотите у меня, чтобы у меня инфаркт был? Вот они, персики, живьем. Это ваши? Да, да, да. Так, все, я с вами, это самое, прекращаю. Это инфаркт у меня будет. Вот у меня. Хорошо, ладно, ладно. Я и так помешал вам вебинар говорить. А это называется помешал? Это ваш бенефис, понимаете? Ваш бенефис. Валерий Константинович, ну, это все-таки вас тоже сбивать не хочется. Я понимаю, как если собьешь смысл, то уже тяжело потом возвращаться к логике. Ладно, меня так просто не собьешь. Всего доброго, значит, я назвал пять кандидатов на должность будущих, если наши придут, на должность будущих ведущих телеканалов. Это сейчас важнее, чем даже возглавить институт. Понимаете? Абсолютно правый. Ну, пусть не возьмут, но вы в номер шесть. То есть, вы, может быть, и номер один? Может, номер один подписывался, что ли? Нет, нет, дело не во мне, конечно. Дело все в том, что надо действительно как-то разворачивать все на уху, все лицом к садовым. Иначе тут такой ужас творится, вообще некуда. Так, кто мне обещал еще фильмы создавать? Создавать. Да, пожалуйста, к вашим услугам всегда у меня тут тем столько, что. Вот все это, я в свое время все выжил. Вот. Из нескольких таких же, как вы этих. Ну, я вас называю, извините за штучное изделие. Вот. Сергеева я выжил. Ну, я, конечно, чуть-чуть не заслужил этого. Ничего, ничего. С подводной ложки теперь никуда не деться. Все. Да, я уже понял. Ага, от у меня уже не отстану. Ну, тогда пока, я не прощаюсь. Да, с кем связался, как говорится, так тебе не надо. Ну, ладно, хорошо, до встречи. До встречи. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Помешал, помешал. У меня на душе праздник абрикос и персиков видел. В Оренбурге, вы представляете, в Оренбурге. Я только и слышу, что этого нет, этого нет. Агроном сказал, и не пытайтесь, и надоело это все.